волшебная микстура для вас ту коррекции привет друзья с вами канал арт вас то сегодня мы намешаем волшебную микстуру начнем мы но не обязательно мешать в хрустальные пиалки просто я не нашла другую форму которая будет открыта к верху чтобы вам было видно что я в ней мешаю вот поэтому я взяла вот такую это не обязательно любую мисочку которую потом хорошо качественно помоете потому что мы в конце добавим камфору и давайте начнем значит берем обычный рис обычный белый рис я буду мешать сразу же несколько порций а порции 68 сейчас мы с вами посмотрим примерно сколько я буду мешать ложечками буду класть так три четыре пять шесть будет шесть на это я кладу в два раза больше черного и белого кунжута то есть вы если кладете отдельно черный и отдельно белый соответственно сами считаете у меня будет в два раза больше положила 6 ложечек ну то есть поровну грубо говоря поровну 2 3 4 5 6 и еще то есть получается поровну ингредиентов риса белого кунжута и черного кунжута но так как я кладу смесь сразу черного и белого у меня получается что я кладу типа в два раза больше все положить дальше гвоздичка у меня есть остатки остатки гвоздичка очень хорошо горит поэтому ее по первоначальным данным дам надо было положить всего несколько штучек но она хорошо горит поэтому положить можно прям много мне еще один из полностью целый пакетик я бы тут искал 18 грамм вот я от него положу где-то ну да ну больше половинку или половинку свеженькая липка не хочется можно меньше можно в два раза меньше можно в три раза меньше положить потому что как бы в первоначальной инструкции гвоздички кладем немного но она горит как фитиль очки поэтому если есть возможность положить ее побольше ведь я перемешиваю мне и довольно много но так много гвоздички я еще ни разу никого не использовал это первый раз потому что последнее время я мешаю камфора на не очень хорошо бы волшебный миксер не камфора на он не очень хорошо горит меня как-то это немножко так расстраивает я в этот раз решила вот положить больше гвоздики и купила вот такую массу раньше я топила масло сама для из обычного сливочного на водяной бане утопила а теперь я взяла вот специально посмотрим попробуем не знаю не могу ничего сказать после вскрытия его хранить в холодильнике так я так понимаю что я должна положить примерно треть от этого положить масло масло нужно много наверно не пол баночки и смотрите я делаю всегда сразу много много микстуры раскладываю потом по сейчас покажу все я делаю такие заготовки убираю их но я положил где-то примерно пол баночки или чуть-чуть меньше чем пол баночки вот теперь это нужно все перемешать самые горючие компоненты скажем так это у нас масло гвоздичка и камфора поэтому их нужно положить довольно много но вы также поймите что если волшебный экстур горит плохо то вы можете подойти и зажечь ее повторно вы можете когда она догорела чуть-чуть там краешку не подгорел оставшийся краешек остался у него не сгоревшим вы подошли и и помешали вот и подожгли заново то есть не бойтесь этого даже если она у вас в общей сложности поговорить две-три минуты это все равно хорошо но просто мы учимся потихоньку это придет как правильно ее замешивать это будет на глазок это будет по ощущениям почувствовал то есть все равно точную инструкцию даже вот и по одним если мешать и показателям каждый раз все равно в один раз гореть будет лучше а другой хуже я еще не научилась вмешать так чтобы меня всегда получилось вот на это не значит что мы будем отчаиваться сколько погорел и столько погорела значит я приду несколько раз подожгу следующий раз буду мешать внесу какие-то перемены вот сейчас смотрите маслом наука сейчас много масла хорошо это я уже подготовил фольгу для следующего шага и так нам нужно положить камфору вот она у меня какое-то время лежит поэтому она спрессовалась кристаллизовалась поэтому ее надо раз это размельчить я ложкой делать это не буду потому что это малоэффективно будет в посуде там она трепыхаться проще ее размять руками и смотрите что про камфору можно ее подмешать внутрь совсем чуть-чуть мелкой а кусочек поставить сверху зажигать как фитилек вот такой или половинку и он будет отлично гореть но и он будет коптить то есть мелкие черные точечки будут лететь покрывать все поверхности вокруг то есть если вы жгете где-то на улице на участке или снаружи дома на каком-то крылечке и вам там это копоть как бы не проблема то конечно для квартиры сжигать кусочек камфора вообще недопустимо на мой взгляд я делала на балконе но мне весь балкон покрылся вот этими мелкими черными точечками вот и все все поверхности я вообще не могу понять что происходит откуда как грязь потом не дошло я перестала использовать кусочек камфора камфора так тяжело мнется именно потому что она у меня полежала довольно давно ее покупала и хоть она герметично в стеклянной баночке на как бы полежала спрессовалась и у вас если свеженько камфор куплен это ближайшие там два-три месяца она будет мягче намного вот не придется ее так это сам разминать вот сейчас я сделал два кусочка наверное сделаю 3 чтобы лучше горела и получается что мы не будем ставить шарик этой камфора сверху но вместо него использую фитилек вот я вам рассказываю вариант для квартиры на улице и если у вас есть какой-то предбанник в доме где вы можете на юго-востоке конечно что есть мы волшебную микстуру жгем именно на ю в юго-восточном секторе то есть вы по вас ту карте посмотрели где у вас юго-восток именно там вы будете зажигать волшебную микстуру я в отдельном видео расскажу вам всякие моменты мы сегодня именно готовим так ну наверно руки у меня уже устали конечно сейчас уже закончу все смотрите вот сколько у меня получилось сейчас мы замешаем и нам останется сделать фитильки в принципе можно и побольше еще немножко положить вот камфора много не бывает у меня просто руки устали и я довольно много положила сегодня масло то есть если у меня было бы масло меньше я бы сейчас положу камфора все-таки дожила бы дожила бы еще что еще много гвоздички сегодня я положил первый раз так много вот мы посмотрим как она будет гореть смотрите камфор становится вообще не видно она там напитывается маслом теперь фитильки смотрите ватный диск я порезала на вот так вот вот на три части я порезала тут было сразу три штучки то есть сколько у меня 9 штук получилось вот теперь я вот эти вот кусочки должна пропитать маслом вот я взяла немножко на ложки в руки я по моему понятное дело то есть у меня нет какой-то супер знаете я делала я просто руками вот так вот их намазываю может быть это какой-то неверный способ меня все нормально получается я пробовал вариант когда я уже топила масло и вот этим мокрым маслом пока она горячая я проходилась и им прям наливала но у меня в тот момент были не ватные диски ватные диски почему закончились я взяла салфетку обычной бумажной салфетки я их положила на фольгу и на каждую капала масла этим жидким но когда я ее поджигала у меня все время пахло горелыми блинчиками мне очень не понравилось я не знаю с чем это связано то ли есть так вот салфетка себя проявляет то ли руки горячие поэтому они же это масло и топит и помогают его распределить видите я как бы не прям идеально вывожу на чтобы она попала на чтобы она попала на ватный диск в каких-то местах и у меня получилось что они пахли очень сильно салфетку я больше не использую ватный диск такого запаха не дает может быть есть варианты лучше я кстати видела даже продаются готовые фитильки в принципе можно заморочиться один раз купить себе пакет этих фитильков их использовать готовы я пока просто еще не заморачивалась я подделал комфорок волшебную микстуру штук на 6 на 8 за раз ставлю ее кладу ее в порционные из фольги штучки потом эти штучки ставлю в какой-нибудь контейнер всем домашним говорю что это волшебная микстура и не конфетки ее не едим вот благо у меня таких людей немного кто может стрескать непонятно что и потом я достаю 11 кусочек даю ему время постоять чтобы он согрелся потому что холодный плохо горит еще одна ложка есть тоже все в масле даю время чтобы согрелась а потом зажигаю то есть прямо из морозилки горит плохо все я по нашим ложкам прошлость убрала всю жирность на фитильки и так друзья смотрите вот я разложила значит такая небольшая фольга на одну порцию то есть вот кисть вот такая небольшая кладу на каждую фитилек и теперь будем раскладывать микстуру ну я делаю довольно маленькие порции можно класть намного больше я делаю маленькие почти я уже привыкла у меня она очень плохо горела чтобы ее не выкидывать я приноровилась делать маленькие порции потому что маленькую хоть несколько раз подают зажгешь она хоть сколько-то погорит вот но можно делать и больше посмотрим сейчас поскольку у меня это количество разложится сейчас я намешала больше количества чем обычно начну давайте вот по чайной ложке хороший с горочкой посмотрим сколько у меня останется потом остатки я поделюсь таком фор положил вам ничего не забыть что вам там видно еще одна у меня за на вообще за кадром стоит и одно мы с вами прямо зажгем прям сегодня прям я вам покажу так теперь кладем где у меня меньше чтобы на всех поровну поделить остатки конечно имеют очень специфический вкус запах запах кусты конечно же запах имейте это ввиду но быстро привыкаешь и я бы сказала что он даже приятный просто нужно к нему немножко привыкнуть все я закончила теперь смотрите вот такие порции у нас получились довольно большая обычная немножко меньше кладу вот тут наверное похоже на столовую ложку получилось содержимого обычная делаю в районе примерно чай сейчас сделала порции побольше первый раз я забыла нам же нужно это все сложить убрать морозилку смотрите у меня такой контейнер ее не нужно сворачивать прям вот супер-пупер потому что вы же ее вертикально все равно поставить сейчас там через полчаса она застынет поэтому я просто вот как манты вверх немножко собираю чтобы она не протекала не падала ставлю ведь потому что мешать на каждый раз это четко задолбаться я очень рада что кто-то когда-то сказал из девочек что мешает на несколько раз я подумал как же это здорово какая же это классно потому что в нашем быстром мире не успеть вот я просто наверх собираю без супер герметичности просто ставлю вертикально они никуда не денутся тем более что мы засунем это все в морозилку потом мы достаем одну из морозилки вот так вот я ей даю немножко постоять вот и разворачиваю фольгу и зажигаю прямо на фольге это тоже кто-то из девочек я у кого-то увидела этот гениальный лайфхак это просто гениально просто фольга держит огонь она держит вот это лишнее загрязнение то есть вот я всех вертикально ставлю друг на друга фольгушки можно будет делать чуть побольше на мне обычно микстуры чуть меньше поэтому меня бы чуть лучше упитивается все его такой вот лоточки и сейчас поставлю в морозилку и я оставила одну вот такую которую мы сейчас с вами зажгем говорят что я должна использовать например медную чашечку такую бедную пиалку в геленджике мы с мамой купили такие мисочки как вот собакам покупают вот такой же форма только не из медиа из нержавейки и зажигаем мы в ней ну как в ней я тоже в эту мисочку вот так вот ставлю фольгу внутрь мисочки зажигаю потом с фольги когда остыла я это все несу выкидываю на улице а прикапываю по дереву или в воду кстати как я придумала чтобы это все носить не в каких-то бумажках там и так далее я завела стеклянную баночку то есть когда мне вот это все прогорело я отсюда стряхиваю в стеклянную баночку баночку закручиваю когда мне куда-то надо я просто эту банку кидаю в сумку прихожу раскручиваю особенно это вот холодное время года актуально когда руки мерзнут когда снег из этой банки быстренько вытряхиваю там прикапываю ногами притаптываю банку обратно в сумку банка дальше используется то есть нет никаких дополнительной фольги салфеток вот этого всего а вот это все я выкинул самую зубу фольгу я выкидываю еще дома очень удобно и герметично держит запах то есть если например три дня подряд жгла волшебную микстуру и не каждый день выходила на улицу то я все это в эту баночку всыпаю а потом выхожу и за вот один раз я из нее все одним движением вот так открыла вытряхнула закрыла убрала и прикопала очень быстро это все делаю потому что не очень удобно на улице стоять вот эти вот салфеточки или фольги на море фольгу на морозе разворачивать раскручивать прохожие идут думал чем-то там шманизмом кем-то занимаешься бомбу закладываешь короче с банкой оказалось очень удобно очень удобно чтобы поджечь я буду ставить на вот обычную самую крышечку потому что мисочки у меня нет но такой вариант уже хорошо кстати вот так прям я поставлю потом у меня будет противень и под противень я положу прихватку потому что он же нагревается и чтобы мне вот поверхность куда поставлю не повредить если будет сильно полыхать обязательно прихватка потом противень а потом вот это вот либо если у вас будет мисочка то потом вот так вот с мисочкой но прихватку или какое-то что-то еще чтобы нижняя поверхность ну кроме наверное если вы на плитку ставить если вы на кафельную плитку ставите на пол и у вас нет домашних животных чтобы они там не бегали если когда заполыхает то как бы можно наверное и так на плитку ставить это наверное единственное покрытие которое выдержит жар но я бы подкладывал даже на плитку если честно потому что один раз у меня полыхало так что мисочка я была такая металлическая штучка с ножками львиными ножки и штучка из одного металла а при припаяны или приклеены они были эти ножки к этой штучке чем-то другим и когда я прибежала на звук эти ножки отвалились от нее она упала значит все это в большом противне стояла я на звук прибежала а вот то чем было припаяно она такими каплями стекала в противень мне значит слабо что у меня был хорошего размера противень у меня под ним лежала прихватка все как бы это было также еще экран защитный сейчас я вам все покажу итак друзья как я вам и говорю я поставила противень противень экран вот такой вот экран можно купить на вайдерсе или на зоне где-нибудь в фикс прайсе я еще не делаю то есть вот на крышечке у меня там стоит фитилек здесь оказалось два фитилька у меня был лишний фитилек когда я эту замороженную вынимаю из морозилки я ее открываю так замороженную переворачиваю чтобы фитилек как-то было бы более-менее вертикально она сколько-то постоит и потом поджигаю вот сейчас также и фитилек вытернула и зажигаем если можно где-то зажечь в нескольких местах и посмотрим как у нас будет гореть когда будет доходить огонь до камфора будет пыхать так вспышка до гвоздички тоже поэтому здесь и нужен экран чтобы вы обезопасили чтобы ничего не отлетела никакое зернышко не отлетел горячее и нигде никаких следов он не оставила также я вам забыл сказать что в идеальной картине мира нужно это все делать в кокосе то есть мы покупаем кокос кладем его на деревянную доску например для разделки или где-то на плитку в коридоре молоточком сверху по раз посередине ударим значит он появится трещина мы его раскалываем оттуда соответственно все выливается либо перед этим вы делаете дырочку вот там старца где у него есть дырочки выливаете эту жидкость и вот у вас получились две половинки с внутренним белым наполнением и прям в эту половинку вы кладете нашу микстуру ложечкой вы кладете туда фитилек либо ставите кусочек камфора и прям в этой половинке с этим белым наполнением кокосовым вы это все дело ставите в юго-восточный сектор поджигаете если вы открыли а белое наполнение испортилось начало там плесневеть еще что-то как плохо выглядит вы можете его выбросить и поставить просто в этой сухой шкурки но она пожару опасно то есть лучше все-таки использовать с наполнением потому что если она загорится вот в общем я вам не советую потому что фольга в данном случае она не горит и если мы закрываем вот того что может раскидываться вот это вот искорки там что-то такое то мы все-таки более-менее себя безопасен если мы делаем в кокосе пусть он будет с этой серединкой если каждый день делаем волшебный микстуру то вот вы кокос раскололи половинку в холодильник завтра ее используем половинку сейчас используем дольше суток наверное она стоять не будет у нее вот эта белая часть будет портиться но вот сутки у меня стояла про кокос так как я знаю что в некоторых странах вообще их не достать найти сложный кокос который у вас легко расколется во первых во вторых когда мы выбираем кокос мы его должны потрясти и там должно быть слышно бульканье если бульканье нет то он уже пересох а если он пересох то есть там внутри это белая штучка она будет трепыхаться создавать вам как будто бы шум такой ну что-то трепыхается но это не вода когда вы ее расколете во первых очень сложно будет колодцом то есть прям вы будете коморочиться с этим вот поэтому наша задача выбрать я еще заметила но вот в москве по крайней мере в разных магазинах правда даже в пятерочке есть кокосы я его выбираю чтобы он был не круглый а длинненький более вытянутый и значит 1 более вытянутый во вторых я его трясу и слушаю булькает там или нет если булькает и вытянутый то берем будет хороший кокос раскалываю его и использую я один раз сделала для ритуалов над я и я купила нужное количество кокосов все их вы несколько взяла запасных все их расколола и в них жгла волшебную микстуру довольно такое трудоемкое дело поэтому в принципе я его для себя решила смысл только если вот я делаю равнодья и это помещение позволяет потому что когда я поставила это все в помещении однокомнатной квартиры 9 кокосов поверх микстуры на каждом лежал кусочек камфоры и все это зажгла было так много дыма копоти и всего что мне с собакой пришлось бежать на балкон просто можно было задохнуться реально была зима открыть окна настежь было нельзя вот поэтому это было прям даже опасно я бы сказала не делайте так то есть если маленькое помещение камфором вмешиваем внутрь сверху кусочек большой мы не ставим потому что он сейчас я стою горящей волшебной мекстурой запах пошел но нет ничего такого неприятного волнит дыма много нету поэтому это безопасно следите обязательно следите за безопасностью потому что вот большой кусок камфоры дает очень много дыма маленькое помещение очень дискомфортно также следите чтобы шторы ковры рядом ничего такого не было чтобы животные не могли прийти вмешаться в процесс следите все-таки огонь это безопасность я в этом месте теперь на юго-востоке у себя дома делаю и я подумал что я здесь это рядом повешу огнетушитель надо мужу сказать чтобы он заказал показал мне если чтобы пользоваться и повесил где-то здесь недалеко потому что это такая хорошая тема если мы часто волшебная мекстура зажигаем на всякий случай если мы свечи в этом месте зажигаем лучше пусть он будет и давайте просто посмотрим как мекстура горит все как я и говорила смотрите лежит прихватка потом противень потом экран видите как полыхает и всякие зернышки сейчас летят в разные стороны искорки видите какое пламя надеюсь мое видео было для вас полезным а с вами был канал артвасту до новых встреч